Если скорая помощь мчит по проезжей части, как говорят в народе, с мигалками и сиреной, значит что-то серьезное. Звуковой сигнал разрешают включать, когда врач ездит на выезд, либо в машине уже есть пациент. В таких случаях на счету бывает каждая минута. Терять время в пробке опасно для жизни. Владимир Лисачев за рулем скорой 6 лет. Рассказывает, что водители не всегда готовы уступить дорогу спецмашине, поэтому проводить профилактические акции нужно как можно чаще. В этот раз Владимир участвует в акции «Маяк». Он едет за рулем машины скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами, а сзади следует экипаж ДПС. Правоохранители фиксируют, кто и как уступает дорогу медикам или не уступает. Для нарушителей предусмотрено наказание. Административным кодексом предусмотрена ответственность по статье 12.17, части 2. И наказание предусмотрено в размере штрафа от 3 до 5 тысяч, либо лишение от 3 месяцев до 1 года. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автомобилистам, что от их действенной дороги зависит, насколько скорой окажется медицинская помощь, от которой зависит жизнь и здоровье граждан. Светлана Кудрявцева, Петр Поломеев. События.